Здравствуйте! В эфире программа «Городские новости» в студии Анна Кутепова. На следующей неделе в Харциске наконец-то начнутся работы по восстановлению дорожного полотна. Об этом на традиционной пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы городминистрации Александр Левченко. По результатам тендера, которые стали известны буквально на прошлой неделе, исполнителем ремонта дорог в Харциске стала донецкая фирма. Всего по городу будет работать две бригады подрядчика. Одна будет заниматься фрезерными и подготовительными работами, а другая – непосредственно укладкой асфальта. Все, что запланировано по трубной стороне и уже начатое в прошлом году, это все будет доделано. В том числе Полупаново, Нахимово и часть Клары Цеткин. То есть вот эти все улицы, как они были внесены в план работы, они все будут выполняться. Работы начнутся на следующей неделе. Александр Левченко сообщил, что на этой неделе ремонт дорог начнется в Зугрессе, а уже на следующее восстанавливать дорожное полотно будут в Иловайске и Харциске. Вместе с ремонтом дорог и, соответственно, появлением вторсырья асфальтной крошки начнутся работы по восстановлению внутриквартальных дорог. Первым делом будут охвачены дворы микрорайонов «Юбилейный» и «Металлургов». Ремонт внутриквартальных начнется с «Юбилейного». Микрорайон «Юбилейный», следующий «Металлургов». Ну, в общем, там небольшая сумма получается, ну, относительно. Планировали полтора миллиона, а получилось 500 тысяч. Но, тем не менее, в условиях даже такого финансирования ограниченного мы внутриквартальные дороги в плане оставили. Как подрядчик нас, тот, который определён победителем в конкурсе, уверяет, что до конца мая он закончит все работы, горная Зуевка, ну, по тому объёму, который профинансирован. Если у нас получатся дополнительные средства, попросить, чтобы нам выделили, мы закончим эту дорогу в июне месяце. Ну, то есть, концом второго квартала. На третий квартал городские власти запланировали ремонт проезжей части центральных улиц, где асфальт, похоже, сошёл вместе со снегом. Это основные транспортные магистрали Харциска, улицы Вокзальная, Октябрьская, Нахимова и Филатова. И снова мы вынуждены поднять тему вывоза мусора. Коммунальное предприятие Харцискомнхоз подвело первые итоги своей деятельности на этом поприще, и они неутешительны. За оказанные услуги в марте было начислено 580 тысяч рублей, а оплачено только 95 тысяч, то есть всего 16%. Как распорядиться полученной суммой? Заплатить зарплату работникам и налоги или закупить топливо для спецтехники, при том, что долг за горючее уже составляет 220 тысяч рублей? Зам. директора Харцискомнхоза надеется на то, что уже в ближайшие дни экономическое положение предприятия всё же улучшится. Иначе беда. Новообразованному предприятию Харцискомнхоз помогают кто чем может. И благодаря этой помощи ситуация с мусором в городе за последний месяц маломальски улучшилась. На сегодняшний день откликнулся и отозвался руководитель завода «Селур», который выделил нам ГАЗ-53. Это та машина, которая обслуживает частный сектор. Но нам не хватает мусора очень много. Второе, одной машиной мы не перекрываем. У нас посёлок Октябрьский и Горное мы не вывозим практически совсем. Это то, что касается частного сектора. И лавайские предприятия передали в аренду Харцискому коммунхозу два КАМАЗа. Обе машины работают в центре города и на Черёмушках. Макеевская спецтехника задействована в госсекторе, на трубной стороне и в посёлке Горное. И за аренду машин рано или поздно надо будет заплатить. На сегодняшний день за полтора месяца в целом от платежей нам оплатили всего лишь на всего 20%. Нам не хватает не только заплатить зарплату людям, налоги и так далее. Даже на горючее. Если так дальше будет продолжаться, мы встанем. А завтра поднимется температура воздуха. Завтра будет санитарная эпидемиологическая катастрофа в городе. Поэтому огромная просьба к жителям города, к руководителям промышленных предприятий, к предпринимателям. Пожалуйста, оплачивайте за вывоз мусора и за размещение мусора на полигоне. Сегодня на предприятии выплачивают зарплату. Суммы более чем скромные. Всего лишь на всего. Я выдам людям, выдам водителям зарплату, выдам грузчикам. Я выдам зарплату 30%. Но завтра нам уже выезжать не на чем. Горючего ноль. Поэтому надеяться на то, что кто-то нам придёт, кто-то нам что-то выделит, ждать не от кого. При том, что население и предприятие оплатили коммунхозу только 20% услуг, вывозить необходимо весь мусор. Иначе город быстро превратится в одну большую свалку, говорит Николай Трубаров. И всё же трудное экономическое положение предприятия он считает временным, рассчитывая на сознательность харцезян. Узловая больница станции Иловайск. Единственное лечебное учреждение в городе железнодорожников. Ранее, как и много чего в Иловайске, больницу курировало транспортное ведомство республики. Теперь она передана в подчинение Министерства здравоохранения ДНР. Сегодня, как и на десятках других городских объектов, пострадавших вследствие боевых действий, в лечебном учреждении продолжается процесс восстановления поврежденных зданий. В частности, идёт ремонт старого терапевтического корпуса. В 2014-м больница находилась практически на линии огня. Неоднократно на территорию лечебного учреждения падали снаряды разного калибра. По больнице стреляли из миномётов, артиллерийских орудий, градов и даже оперативно-тактического комплекса «Точка-У». Больше всего пострадали здания детского отделения и бывшей терапии. Сегодня лавайчане пытаются всеми силами устранить полученные повреждения. В администрации совместно с Министерством здравоохранения инициирован капитальный ремонт. Сейчас уже произведена замена окон и ремонт крыши на детском отделении. И планируется ремонт капитальный тоже бывшего терапевтического отделения. Это отделение 15 лет простаивало, то есть там было вынесено всё, что можно было, осталась одна коробка. Сейчас работы ведутся, строительные материалы на ремонт крыши завезён. Крыша будет восстановлена в ближайшее время. Необходимые для восстановления кровли шифер, а также новые окна уже завезены. Здание планируют подключить к общегородской системе канализации и водопроводу, произвести внутренний ремонт и, конечно, оснастить врачебные кабинеты медицинским оборудованием. Восстановительными работами занимается генподрядчик Трездан Бострой. Это всё материалы, соответственно, поступают с Российской Федерации для восстановления. Поэтому администрация со своей стороны предлагает усилия для обеспечения оборудованием и, соответственно, инвентарём, наполнением после ремонтных работ этих отделений. Сегодня в городской больнице, так называют её местные жители, работает поликлиника и два дневных стационара. Функционирует хирургическое, неврологическое, терапевтическое отделение. Ремонт старого корпуса позволит существенно снизить нагрузку на действующие подразделения лечебного учреждения. Есть надежда и на то, что уже в скором будущем на территории больницы откроется полноценная детская поликлиника и геронтологическое отделение. С интервалом в несколько дней в конце марта в Зугрессе были совершены два разбойных нападения на продавцов местных магазинов. Оперативники Зугресса уже задержали злоумышленника. Оказалось, что в обоих случаях действовал 15-летний школьник. В первом случае пострадавшая – это продавец магазина хостоваров, неизвестный проник в магазин во время рабочего дня, угрожая ножом, завладел денежными средствами в размере 1000 рублей. Во втором случае пострадавшая – это продавец, который осуществлял торговлю в магазине одежды. Также злоумышленник, находясь в магазине, стал угрожать продавщице ножом и завладел незаконно 6000 рублей и двумя мужскими свитерами. Нож и те самые два мужских свитера оперативники обнаружили по месту жительства подростка. Подозреваемый уже дал признательные показания по обоим фактам разбойного нападения. Следственным отделом Хартистского городского отдела полиции возбуждено уголовное дело по второй части статьи 174 Уголовного кодекса ДНР. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Ее называют самой сильной среди юных и самой юной среди сильных. 17-летняя российская спортсменка Марьяна Наумова по версиям различных федераций пауэрлифтинга установила более 15 мировых рекордов в жиме штанги лежа среди девушек-подростков. В копилке наград Марьяны Наумовой бронза, серебро и золото чемпионатов мира среди женщин. В октябре 2014 года девушка впервые приехала в охваченную войной Донецкую республику. И с тех пор забота о детях Донбасса – часть ее жизни. Сегодня Марьяна общалась со своими сверстниками из 25-й Харцистской школы. 11-классница Марьяна Наумова просто-таки заряжала своих ровесников позитивом и оптимизмом. Улыбка не сходила с губ юной силачки. О том, как в 4 года мама привела ее в зал спортивной аэробики, о первом выступлении со штангой в 10 лет и о поездках в Приднестровье, Северную Корею и Сирию девушка сегодня рассказывала харцистским школьникам. Общественная деятельность – уже неотъемлемая часть жизни 17-летней спортсменки. Я просто считаю, что спортсмен не должен замыкаться в своем мерке, зарабатывать грамоты и медали. Он должен быть полезным народу. Я стараюсь быть каким-то примером для детей. Многие мне пишут, что посмотрели мой видеоролик, начали заниматься спортом. И в этом есть какая-то моя маленькая заслуга, и это очень приятно. Поэтому я стараюсь заниматься общественной работой, очень много езжу по школам, детдомам, воинским частям. Марьяна говорит, что это ее девятая поездка на Донбасс. И тут же добавляет, что, вероятно, скоро уже собьется со счета. Да и вряд ли теперь так важны эти подсчеты. И когда я начала ездить по школам, чтобы как-то поддержать детей, привезти им в какую-то частичку мира, я начала проводить спортивные мероприятия, общаться с ними на тему спорта, здорового образа жизни и вообще о жизни. Они начали мне писать очень много в социальных сетях, мол, Марьяна, приезжай еще. А почему-то не приехала к нам в школу, я такая, ребят, вас так много. И вот уже девятый раз, это на самом деле так странно, то что я сюда приезжаю и вижу улыбки детей, хотя многие говорят, что здесь никого не осталось, что все уехали. Но я понимаю, что это очень важно, поддержать детей. Вчера мы были в Андреевке, в Еленовке, и директор такой говорит мне, Марьяна, как ты до нас доехала? Я говорю, ну тут тоже есть дети, поэтому я решила приехать к ним, пообщаться. И вот уже у меня ВКонтакте просто завален сообщениями от ребят. Своим харцизским сверстником Марьяна призналась, что не любит бегать. Но сегодняшнее утро, тем не менее, началось у нее с обязательной пробежки. В это трудно поверить, но известная спортсменка еще учится в 11 классе и готовится сдавать ЕГЭ. Она такая же девчонка, как и те, кто сегодня внимательно ее слушал, только очень сильная, активная, смелая и целеустремленная. Сегодня же Марьяна Наумова побывала в Иловайске. В 12-й школе она пообщалась со сверстниками, а в спорткомплексе «Локомотив» приняла участие в соревнованиях по русскому жиму. Пожелаем удачи столь юной и столь сильной во всех смыслах спортсменке. И до встречи на канале ТВСфера. 12 апреля 1961 года, произнеся свое знаменитое «Поехали!», Юрий Алексеевич Гагарин открыл эру освоения космоса. Первый космонавт облетел Землю за 108 минут, а потом долгие месяцы летал по всей планете, посещая разные страны мира. Миллионы людей увидели знаменитую лучезарную улыбку Юрия Гагарина, которая реально сделала мир теплее. Погода в Харциске 12 апреля тоже радует весенним теплом. Днем переменная облачность, возможны незначительные осадки. Температура воздуха 11 градусов, влажность 70%. Ветер западный 6-8 форевых до 11 метров в секунду. Ночи малооблачно, утром возможна дымка. Температура воздуха 2 градуса, влажность 95%. Западный ветер 3-5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова